Крик души одного мэра, чудо технологии и аист, который не захотел в теплые края. В эфире область в сети, как и чем живет Преамурья в инстаграме, расскажу я, Мариана Геворкиан. Это программа, которую мы создаем вместе, ведь в ней все самое интересное за неделю, что вы публиковали, обсуждали и комментировали. Шокирующая новость о стрельбе в Амурском колледже. Строительство стало, безусловно, самой обсуждаемой в области на минувшей неделе. В том числе и в инстаграме нашего телеканала. Что интересно, чуть ли не половина активных подписчиков встала на защиту не тех, кто пострадал, а того, кто открыл огонь. Ситуация непростая, ведь по одной из версий парень несколько лет терпел нападки одногруппников. Высказался на эту тему и преподаватель Николай Кухаренко. БГПУ ежегодно выпускает школьных психологов, но в организациях города нет для них ставок, написал он на своей странице в инстаграме. А известный драматург и педагог Яна Стародупа-Фанасьева привела в пример чемпиона мира Романа Нестеренко, который учит амурских спортсменов защищаться и противостоять агрессии. Важно уметь доставать пулю не из тела, а из дула, отметила амурчанка. Глава свободного Владимир Константинов в своем инстаграме буквально взбудоражил подписчиков. После того, как местные депутаты не поддержали несколько народных проектов и не выделили на них денег из бюджета, мэр не выдержал и опубликовал крик души. Я долго терпел грязь, наглую ложь и бестолковые съемки, расследования, но наглости не потерплю. По его словам, свободным идет омерзительная информационная война. А страдают интересы горожан. Публикация собрала больше 300 комментариев. Одни просят мэра беречь свои нервы, а другие призадумались, может ли как-то народ повлиять на депутатов, которые, по идее, должны изъявлять волю этого самого народа. До чего техника дошла? Зам мэра Благовещенска по экономике Максим Ноженкин показал на своей страничке, чем город будет удивлять на Амурском экономическом форуме. Семиметровая тач-стена. Нажимаешь на российско-китайский мост через Амур, и он уже построен. Вторая взлетно-посадочная полоса аэропорта. И даже еще один мост через Зею. Чудеса? Вот бы и в реальности так. Нажал и готово. После снегопада в осадок выпала месячная норма дворников. Так шутят синоптики после циклона, который прошел в Преамурье на минувшей неделе. А соцсети снова завалило зимними картинками. Одни радовались пушистой зиме, а другие сокрушались. Вот он, виновник задержки самолетов. Водители пожалели, что не пересели в такси. А самые смелые приняли снежную ванну. Немного прохладно. Одевайтесь потеплее. И хорошего дня. Кстати, тем, кто недоволен амурской непогодой, наверняка понравится видео из Владивостока. Снег с дождем. Вот уж точно не позавидуешь. Амурский эколог Антон Сасин опубликовал видео, как подкармливает дальневосточного аиста на почти замерзшей реке. Птица почему-то не улетела вместе с собратьями на юг и уже неделю живет на реке рядом с селом Усть-Ивановка. При этом аист хорошо летает. Поймать его сложно, пишет ученый. Что задержало птицу в амурских краях – загадка. Дело омрачается тем, что пережить суровую амурскую зиму птица не сможет. Когда температура опустится до минус 20, она замерзнет. Будем надеяться, что экологи что-нибудь придумают и спасут пернатого друга. Бедняга стоит, мерзнет на краю полыни, накидал немножко рыбки, площадочку расчистил, может сверху видит, мой его погрызет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А еще зрители могут узнать, какой артист скрывается за куклой и увидеть любимых персонажей вне сцены. Ничего, смотри, свиньи не виделась? Ой, хоррень! А на этом все. Делитесь с нами интересными событиями вашей жизни и жизни области. Отмечайте в постах «Собака Муробл», нижнее подчеркивание ТВ или ставьте хэштег «Область в сети». И, возможно, узнаете свои кадры в следующем выпуске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok